Работы у нас, во, какие еду. Сегодня день с сестрой у меня. Целый день мы что-то катаемся, катаемся, бам-баром по всяким. Сейчас едем на море. Бам-баром, бам-баром. Бам-баром. Это 50 лет, это я, бам-баром. Бам-баром, бам-баром. Ну, в бары мы не ходили, в амбар только ездили. Сейчас едем с вами по кустам на море. Как я уже сказала, поедем искать траву морскую. И будет новый эксперимент. У нас медузы под розы. Медузы под розы. Которых нет, да, медузы. Мне кажется, они не будут. Они здесь все свежее пораскапывали. Уже вкапывают эти люки, вкапывают. Люки везде вкапывают. И не спросить, не у кого. Смотрите, какое небо сегодня. Солнце. Облака. Красота. Едем в сторону. Поселок Геровское, я рассказала, там перекопали. Значит, мы сейчас попробуем съездить на перемычку. Это чуть-чуть дальше. Но, за чередина вода. Съедем на перемычку, посмотрим, что там. Наше любимое место стройком. Озеро соленое, глянем. А так бы, конечно, можно было бы в Геройском. Поплиже, да, наверное, будет? Да. Ну, не охота там перекопать. Там, наверное, тоже что-то с водой, да? А, ну, воду туда тянут. Уже сколько. Там никогда воды же не было. Только сейчас поселок будет с водой. Это что вообще, представляешь? Так, это у нас уже Челединово. Прямо хорошая дорога закончилась. Поворот на Заветное. А вот там Челединово. Челединово пока-пока. Плохая дорога. Так и не сделали. Еще на Челединово еще пока ничего нет. После дождей, смотрите, как у нас все зелено. Вот оно, озеро после дождей. Боже, оно прям в озеро превратилось. Воды вообще не было. А сейчас с водой. Это ж вода, Ир, да? Мне кажется. Не могло же за 4-5 столько воды болеть. Может, надеюсь, что после засухи я думаю что-то такое. Миро, какая красота. Посмотри. А мы с тобой уже такой раз приезжаем с таким небом. На Кефаль приехали рыбаки. Ой, друзья, гляньте. Кошмар. Все усыпано рыбаками. Все ломят Кефаль. Кефаль поперла. Все в рыбаках. Кошмар. Где тут погулять? Рыбачье. Рыбачье одно. Я думала, здесь вообще мы будем первые сегодня. Дельфинчик, скелет от дельфина. Ну, надо же. Ничего себе. Вот это это. Вот это позвоночник. Где? Ну, Ира, тебе повезло. Твой эксперимент биологически удастся. Медуз много. Подожди, подожди. Ой-ой-ой. Грабли надо. Есть все грабли? Морешка вам, пожалуйста. Ой, а их там и в море полно. Как никогда. Озеро просто озеро. Понимаете? Не так, как мы сколько раз приезжали, вообще воды ни грамулечки не было. Леса. Леса. Леса, ее наразбили. А в этот раз не получится подойти ближе. Потому что везде вода. Хотя и калоши одела, но все равно. Красивое озеро. Ой, здорово, Ира, вообще. Надо же. Что же первый раз едешь, да, сюда? Как-то доезжали сюда до перемычки, а дальше никогда не ездили. А здесь хорошая-хорошая дорога. Нет, у нас сосновый лес есть. О, давай здесь посмотрим, растительность какая. В заветном это поселок, заветное. Из команды же, что же, проходил эти сапки, наверное. Вот он ее. Вот он ее. Возвращаемся на перемычку. Собирать траву и медузу. Все, прокатились в заветное. Первый раз побывали. Большая такая деревушка. Красиво. Какое полноводное озеро в этот раз. Первый раз вижу, чтобы столько воды было. Очень красиво. Как будто горы начинаются. Оно раз, просто холм вот этот. То есть за ним уже заветное. Кто вас ретро-радиус слушает? Рома. Капец. То это Милешка или как его? Теперь это Ани, кто на там? Виски. Ани Виски. Ани Виски. Море. Ну вот и перемычка. Видите, почему называется море? И вот озеро. Тут совсем узкая полоса. Мне кажется, иногда даже штормом заливает. Может переливать до озера. Класс. Сейчас нам работы. Доставай перчатки, грабли. Вот с той стороны прям целая гора была. Девочки, по вашим просьбам рассказываю про траву и медуз. По поводу морской травы. Морскую траву мы собираем уже много лет. Я ее клала всегда под розы. Просто привозила вот так из мешка и вокруг роз укладывала. Ни одна роза у меня не пропала. Все это перегнивало очень быстро. И так каждый год. В этом году первый раз у нас экспериментальный сбор медуз. Откуда такая информация у моей сестры? Она нашла в видео. Это наша Керченская Югниро. И у них видео было по поводу медуз. Вот они сказали, что в Японии, они эту информацию нашли. В Японии собирают медуз, высушивают их и потом добавляют их в землю к растениям. И вот мы решили проэкспериментировать. Так как у нас море, Азово-Черноморский бассейн наш, здесь в нашем проливе не соленое. Поэтому мы все это собираем со спокойной душой. Моя сестра даже не промывает. И по своей говорит о том, что мало времени у нее. Она даже медуз, вот этих, она их отдельно не ложила на сушку. Хорошо, заодно и море почистим. Берег морской. Вот. Наса добыча. И у нас там конкуренты впереди, тоже собирают траву в мешке белые. Мужик ловит рыбу, а женщина собирает траву. Она их привезла, сказала. И так вот покидала под растения. Конечно, запах стоит конкретный. Это ж йод, пахнет морем, йодом. Вот. Это, конечно, все дело можно присыпать землей. Тогда, конечно, запаха не будет. Но по видео, как объясняли, да, нужно их высушивать. Естественно, они потом со временем высыхают. Мы их даже вот на побережье видели, сушеные такие лежали кожицы уже от медузы. Она вся стекла и остается вот такая вот кожица от нее. Вот эту кожу надо брать в пленочку и потом вложить под растение. А сестра у меня прямо покидала целыми медузами. Повторяюсь, это эксперимент в этом году. Впервые, впервые она так делает. Что у нее получится, она уже расскажет в следующем году. Еще поедем? А что там нет? Нет, еще поедем за травой. Если что. Все идет под овощи, а потом вкусные огурчики, помидорчики, у Иришки. А я что? Красавицы. Пойдем к озеру. Теперь посмотрим. Ирны дела сделали, теперь мои дела. А, ты же не в этом, а я-то в калошах. Я могу идти по грязюке. Я. Если что. А. Продолжение следует... 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 906 года дом. Немножко отреставрировали, а сам рисунок с годом оставили. Все, потихонечку едем. Суббота, кстати, на мосту я видела рабочие, работают вот на этом. Тоже эстакада. Так, поворотик у нас идет. Ну да, уже прям видно, людей побольше едет в сторону рынка. На рынок чешут все. Суббота. Мои работают. Работяги, вырежки. Отпуск закончился, все. На работу, как на праздник. Ну что, хочу вам показать наше продвижение в ванной комнате. Как получилось. Готово уже на 80% примерно. Включила свет. Сейчас будем смотреть вместе с вами. Так, а кому, я уже вам показывала. Это Рольф уже придумал. Откосы будем делать. Надо приклеивать пенопласт плотный для утепления откосов я знаю что есть специальный откос они продаются вместе с окнами нам предлагали мдф там по моему решит такое мы не хотим мы хотим просто постукатурить без всяких мдфов будут обычные постукатуренные откосики сестью зачистила сняла все обои я брала полочки пока временно потому что шлифовала я поштукатурила уже полосу вот эту все шлифовала поэтому брала чтоб мусор не сыпался в них засиликонила здесь все сейчас роль полникает и может быть попробуем сейчас поставить нашу раковину сюда так вот канализационная труба кусочек остался мы не стали ничего больше долбить надо было долбить чтобы ее утопить штропить в общем там станет сейчас это тумба все закроется ничего видно не будет все под зеркало есть выход визитки наши все унитазная зона беды и осталось приклеить обои плинтуса которые мы сегодня купили все и монтаж зеркало и раковины и в принципе уже все готово останется только вот эта часть когда все высохнет приклеются эти откосы поштукатурить красота здесь мы еще не включаем теплые полы потому что стоит 28 дней наливной пол нельзя включать теплый пол поэтому без теплых полов покатись прям прохладно ощутимо но дверь всегда открыта что купаемся чтоб тепло проходило так вот все сейчас у нас выглядит а скажите как было и как стало ездишь разница есть разница причем огромная разница сюда еще опять на станет наша лавка на волбесе на волбесе закажу полотенцесушитель у нас там редко в углу ну и тумбочку которую мы смастерили с рульфом на ножках сюда пойдет тоже пока не знаю может быть временно как она смотреться будет посмотрим почему так аллилуйя почти все идет концу же два раза шпаклевала один раз стартовая второй раз финишной два раза шлифовала грунтовала и вот огромненько все получилось можно спокойно теперь клеить обойки может быть покрашу не знаю мощно всего два рулона если не хватит я может быть покрашу просто белым вот ну что сюда надо много нас три метра высота поэтому два рулона сюда но не два полных но рулон с копейками точно сюда уйдут посмотрим или добирать поеду короче все будем по ходу действия смотреть здесь тоже все пошпаклевала вот эту полосу и сюда тоже обойки придут не захотела я клеить кафель до конца у нас здесь был кафель до конца потому что откосы у этой двери и она смотрится отвратительно вот я сделала вот так серебряная вот этой штукой как они называются в общем под кафель здесь тоже или покрашу или обои и не знаю на шоу хватит у нас материала потом присобачив назад откос сюда и вот так все готова готова ребяточки готова потихоньку но мы тело сделали наше очень важное дело сделали можно собирать чемоданы ехать домой приехали поработали знаете как и рарит вы как на вахту сюда приехали поработали и домой вай валите такими дома тоже самое домой приехали ну что здесь у нас дом в германию да мы приехали там тоже поработали вы чемодана собираем на вахту в керчь в керчи поработали чемодана собираем на вахту в германии но уже все это как говорится я надеюсь уже таких у нас планов больших нету чтоб что-то тут переделывать хватит уже надолго новая ванна с этой новой души в умнее главное душевая кабина нормальная теплая закрытая и очень удобная эксплуатация не очень нравится роль в полдникает но Шатяну, для моих зрителей, пожалуйста. Спасибо, для моих зрителей и ваших зрителей. И еще все. Повезло. 22 Габельслюсер. 22 Габельслюсер. 22 Габельслюсер. 23 Габельслюсер. Все, теперь, я вот думаю, куда мне теперь полотенце присобачить. Где-то сбоку надо теперь что-то или купить, или на крючочек какой-то. Надо подумать сейчас. Ну, здесь еще что-то будет сбоку. Для Рольфа какая-то полочка, я не знаю, что-то такое будет. И для меня. Потому что духи, зубные щетки, пасты, чтобы там ничего не стояло. Там только мыло будет стоять. Еще надо будет просиликонить. Вот здесь надо будет просиликонить. Чик-чик-чик. И саму эту посадить тоже на силикон. Ну, чтобы она стабильно держалась. Сейчас будем зеркало цеплять. Короче, вешаем зеркало. Маленьким сверлом сначала проделал. Маленькие отверстия. Чик-чик. И теперь большой. Второй. Готово. Еще один шажочек. Чик-чик. И у нас висит зеркало. Чик-чик. Оп. Можно светлее, можно темнее. Ну. Руль говорит, отсвечивает красиво. Все. Осталось по мелочам всякие там держаки для полотенец. Вот. Готово. Такая маленькая раковинка, да, по сорням. Ну, сюда еще пойдет. Здесь еще будет тренд-вант. Разделительный. Так. Шкафчик такой разделительный. Красивый. Нашли мы на ВБ. Все равно хочется какого-то уединения, да. Вот здесь, чтоб не прям все вот так открыто было. Небольшой метр пятьдесят. Здесь будет с декорацией. Вот. Полотешки уже повесили. Еще купили, заказали. На Валбере заказала, короче, для полотенца. Здесь я тут туалетной бумаги. Тот же самоклеивающие держаки такие красивые. Металлические. Хром. Ну, все. И шкаф свой. Тут с бельишком, с полотешками, со всеми делами. Полочки эти уйдут потом в ванную комнату. Ну, вот так смотрится, да. Сейчас у нас здание. Клеить будем откосы. Вот так смотрится. Очень мне нравится. Красивая. Штурка вообще обалденная такая. Так что так много места. Супер. Сюда лавка встанет. Потому что без лавки никуда. А, вот же шплинтуса показываю. Вот же шплинтуса мы вчера купили. Так точно такие же. Я даже не надеялась, что они будут, как мы купили по всему дому. В зале у нас такие 8 сантиметров ширина у них. Вот так они будут смотреться. Это я просто приложила. Ну, вот обои клеить будем. Потом надо будет плинтуса сделать. В общем, белые плинтуса будут. Вот так. Лампу еще не придумала. И потолок, скорее всего, будем делать на следующий год, на весну. Потому что мы уже вышли из своего бюджета. Все. Все потратили, что было. Денег нет. Хе-хе-хе. Ну, красота, да. Очень красиво. Нам с роликом нравится. Но шире еще и нали слабый. Он серьез. Так что, модерн. 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 Намного краше. Места больше. И вообще по-современному смотрится теперь. Вот так.